Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про люки-невидимки. И сегодня мы поговорим об особенностях их монтажа. Еще до начала монтажа люков нужно определиться с форматом и коллекцией плитки, так как ее размеры будут иметь значение. После нужно определить место, где нужен будет доступ к инженерному оборудованию. При этом стоит учитывать количество оборудования и размер отверстий, через которые будет осуществляться доступ. Все люки имеют размеры кратные 10. Самый маленький будет 20 на 30, самый большой 60 на 120. Учитывая все эти параметры, мы формируем раскладку плитки. Помните, что плитка с ревизионным люком может примыкать к полу, к углу, быть от стены до стены, а также мы можем монтировать два люка рядом. Решение с двумя люками рядом – отличная идея, особенно если вам нужно очень большое ревизионное окошко. Вы не забывайте о наличии дополнительной перемычки, которая будет разделять оба пространства. Помните, что на одну дверцу можно крепить сразу несколько плиток. Но наклеенная плитка не должна выходить за габаритой дверцы более чем на 10 см, потому что высокая вероятность ее повреждений при закрывании люка-невидимки. После монтажа люка и приклеивания плитки она по периметру силиконится. Цвет силикона подбирается в цвет фуги. Хочу отметить важный момент, что в тех случаях, когда доступ через этот лик не должен быть частым, можно просто делать фуговку плитки по периметру. Если вдруг вам понадобится экстренный доступ, вы легко можете расшить фугу, а потом зафуговать ее за. На самом деле выбрать люк несложно. Нужно знать размер ревизионного окошка, размер предполагаемой плитки и просто обратиться к профессионалу. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, делимся с друзьями, а главное подписываемся на канал, чтобы узнать самые свежие новости в теме интерьерного дизайна.